Привет, я Макс Качанов. Это седьмая серия проекта Дефрижератор. И да, машина стоит не на газоне, это строительная площадка. На этой неделе получили гостинцы от Апрувида. Обычная смазка, медная смазка, промывка, куча самого разного силикона, очиститель, боже мой, присадка, еще смазка и смазка для тормозных систем. С нее и начнем. Напомню, у нас капец как скрепили задние тормоза, поэтому пришло время поменять колодки. Старые колодки вообще нулевые, но сделаны из какого-то говнолина, поэтому безумно скрипят. У новых сразу есть вот эта противоскрипная пластина, но немножко смазки не помешает. Также смазываем направляющие. Никогда не понимал, зачем мажут медной смазкой ступицу, ну шпильки понятно, но раз есть такая возможность. Вот как было до, и вот как стало после. Понятно, что дело тут не столько в зеленке, сколько в нормальных новых колодках, но зато смазано у нас там все точно как нужно. Далее силикон. Силикон это абсолютно инертное нечто, что не вступает ни в какие реакции, в том числе с водой. Проведем простой эксперимент. Возьмем небольшое количество силикона и безжалостно смешаем его с большим количеством воды. И отправим весь этот коктейль в морозилку на сутки. Как видно, силикон не смешался с водой и не замерз. Другими словами, обрабатывать им вы можете даже мокрую поверхность и все будет в порядке. Например, зимой после мойки хорошо бы обработать им верные ручки и замки. Кстати, насадка это не суперудобная, но ребята обещали ее исправить. Еще силикон хорошо подходит для резиновых уплотнений и пластика. Особенно если он старый. Потому что силикон хорошо заполняет эти микротрещины и сразу все выглядит гораздо лучше. Но важный момент, о котором многие забывают. Здесь вся фишка не в том, чтобы жирно залить все силиконом, а в том, чтобы его хорошенько в поверхность втереть. Тогда он и свои функции будет выполнять, и пыль не будет липнуть. Вам может показаться, что в этом видосе я уж слишком сильно топлю за зеленку. Но предлагаю вам взглянуть на это иначе. Недавно я услышал такую фразу, что любовь это внимание. И судя по тому количеству внимания, которое я оказываю этому автомобилю, я его безусловно люблю. И если кто-то помогает мне проявлять больше любви к этой машине, то что же в этом плохого? Например, вы видели когда-нибудь, чтобы полуоси менялись с таким трепетом? А я вам это покажу. Для наглядности поддомкратим одно колесо, хотя для замены полуосей и фланцев это совсем не нужно. У колеса есть люфт. Частичный это люфт самого дифференциала, а частичный люфт как раз вот этого старого разбитого фланца. Его мы и будем устранять. Это приспособлено нам тоже для наглядности. Сейчас люфт составляет 7 сантиметров. Откручиваем болты и снимаем фланец вместе с полуосью. Люфт просто чудовищный. По сути, от старого комплекта нам нужны только стопорные кольца и шайбы. Все остальное уже только под замену. Новые фланцы я взял усиленные, они не очень дорого стоили и у них более удачный конструктив. Обильно смазываем шлицы. Чем больше смазки, тем лучше будет защита от воды, а значит от коррозии. Новые фланцы сели прям очень хорошо. Тут уже мой фетиш смазывать все силиконом. Это не обязательно. Почти готово. Подшипники ступицы в порядке. Можно собирать обратно. Эти места нужно тоже обильно смазать. Сами полуоси на самом деле не купаются в масле и легко ржавеют. Чтобы это исключить, обильно смазываем обычным маслом. Вставлять полуось нужно аккуратно, чтобы не повредить сальник, который внутри. Было 7 сантиметров, а стало 4 с половиной. Неплохая разница. Вот такие дела. На этой неделе у нас появились новые наклейки на машине. Это топ-донат номер раз. Это топ-донат номер два. А этот чувак победил в комментариях. Если ты тоже хочешь оказаться на борту этой машины, то у тебя есть два варианта. Первый, можно сделать топовый донат за неделю. И здесь уже как повезет. Например, на прошлой неделе был донат топовый в 1000 рублей. Двумя неделями ранее был топовый донат в 100 рублей. А на этой неделе не было донатов вообще. То есть можно было пристать полтинничек и оказаться здесь. Ну, посмотрим, что будет дальше. И второй способ, это принять участие в конкурсе. Это победители прошлой недели. А на этой неделе задание будет про путешествия. Не обязательно про автомобильные, просто про путешествия. Напишите, пожалуйста, в комментариях какую-то свою подборку видосов или каналов. Или, может быть, ссылок на какие-то личные блоги про путешествия, которые вы смотрите, читаете и которые вам интересны. И обязательно напишите, что вас именно в них цепляет. Ну, может быть, вам интересны какие-то бытовые аспекты таких путешествий дальних. Может быть, вам интересен, не знаю, стиль автора. А может быть, вам важна красивая картинка или все вместе. В общем, мы выберем, наверное, три самых содержательных комментария И их авторам дадим возможность разместить на этой тачке то, что они посчитают нужным С вами был Макс Качанов, увидимся, пока!